Энергетический проект «Каза-1000» представляет собой строящийся в настоящее время проект стоимостью более 1 миллиарда долларов, который позволит экспортировать излишки гидроэлектроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Так, в рамках проекта был запущен другой проект, предусматривающий поддержку сообществ в трех направлениях. Это электрификация целевых сел, развитие социальной инфраструктуры и строительство 10 экономических объектов. Которые будут построены и впредь будут переданы на баланс этих местных сообществ. Они имеют направление по переработке сельского хозяйства, к примеру, теплицы, сушильные установки и другие. В рамках проекта предусматривается повышение потенциала в основном молодежи, молодежи возраста от 18 до 28 лет. Они будут привлечены на полный ход реализации этого проекта, чтобы в последующем они смогли применять в своей жизни эту практику. Бюджет проекта составляет 11 миллионов долларов. Из них 10 миллионов долларов – это Всемирный банк в виде гранта и кредита. И миллион долларов – это трастовый фонд. Итого бюджет составляет 11 миллионов долларов. Также этот проект предполагает реализацию мер по улучшению жизни населения сел, которые идут вдоль строительства линии электропередач. Так будет улучшена инфраструктура сел. Построены новые экономические объекты, которые обеспечат население рабочими местами. А это, в свою очередь, поможет снизить уровень внутренней миграции. Завершением проекта также будут послабления тарифов для этих сел. С завершением этого проекта коммерческой эксплуатации, скажем, в 2022 году, тарифе тоже будет предусмотрена постоянная помощь сельским местностям по улучшению инфраструктуры вдоль коридора проекта «Касса 1000». От подстанции Датка до подстанции Худжин по нашей территории 450 километров и 27 километров. Для реализации «Касса 1000» в Кыргызстане предполагается строительство линии электропередачи протяженностью около 450 километров от подстанции Датка до границы с Таджикистаном. Так, 500-киловольтная линия переменного тока пройдет от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Худжат в Таджикистане. Далее ЛЭП протянут до Пакистана через территорию Афганистана. Это даст стране долгосрочный контракт на поставку электроэнергии. АО «Электрические станции» наши, производящие компании, получат доход в размере 1,2 млрд долларов за 15 лет. И АО «НС» Кыргызстана за свои услуги получат 322 млн долларов США. Напомним, на днях глава государства Сорумба Джейнбеков ратифицировал соглашение о гранте и финансировании, согласно которому на реализацию данных проектов будут предоставлены финансы со стороны международных банков.